Доброго времени суток! Меня зовут Август. В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим пример работы с базовой операционной системы для детей школьного и дошкольного возраста. Данный пример включает в себя разделение одного компьютера на две операционные системы. Если у вас нет возможности предоставить ребенку отдельную машину для работы, можем использовать управляющую операционную систему и добавить на нее виртуальную машину. В данном примере перед вами окно виртуальной машины. Установка виртуальной машины не зависит от операционной системы. Виртуальную машину можно установить как на Windows, так и на Linux версию, так и для Mac OS. Установку и настройку виртуальной машины под свою операционную систему в данном видеообзоре обсуждать не будем. Под каждый компьютер включены опциональные настройки, будь то ноутбук, сервер или обычная стационарная десктоп-машина. Запустив на виртуальной машине предложенный диск, либо виртуальный диск, мы попадаем с вами в опциональное меню загрузчика данного дистрибутива. Здесь нам предоставляется возможность проверки оперативной памяти, загрузки в режиме Live CD и загрузка с виртуального жесткого диска. Также мы можем выставить региональные настройки языка и при необходимости изменить видеорежимы видеокарты. Выбрать источники остановки и подсчитать дополнительную информацию, нажав вкладку F1. В зависимости от мощности основной операционной системы, виртуальная машина поглощает ресурсы первой. Поэтому степень ожидания и скорость загрузки в виртуальной машине дистрибутива iLunux 4.1 для детей будет происходить в зависимости от основной рабочей физической машины. Дополнительно хотелось бы отметить о возможности изучения операционной системы Linux как родителю, так и ребенку в полной системной конфигурации. То есть данный дистрибутив предназначен не только для детей, а содержит дополнительную информацию, дополнительный набор программ, которые предоставляют возможность изучить основы информатики как для ребенка, так и для родителя. Если совершенно не имеется опыта с работами операционной системы Linux, вы можете всегда при старте системы ознакомиться с основными вопросами и часто задаваемыми. В папке «Примеры идеи» разработчики и программисты данного дистрибутива подготовят для вас основную информацию, минимальные идеи и примеры работы с данным дистрибутивом. Доступ в интернет данный документ не получает, а содержится локально на диске. Объясняют пошаговые примеры работ с растовым графическим редактором GIMP и его производных. Для примера мы с вами рассмотрим базовый набор для детей от 2 лет и старше. В выпадающем меню довольно хорошая подборка логических и тактических игр по совмещению возраста ребенка. Также банальные детские логические и стратегические вопросы. В данном примере мы с вами рассмотрим полностью собранную для образовательных учреждений и педагогов, разработанную западными программистами, называется G-Compress. Добро пожаловать в обучающую и развивающую программу G-Compress. Добро пожаловать в обучающую программу Г-Compress. Добро пожаловать в обучающую программу Г-Compress. Добро пожаловать в обучающую программу Г-Compress. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за отведенное потраченное время для просмотра видеообзора. Всего доброго. До свидания.